Вместо того, чтобы расти, как обычно в зимнее время, падают день и за дня. Речь о закупочных ценах на молоко. Как можно изменить ситуацию, чем правительство республики готово помочь населению и переработчикам? Об этом в нашем репортаже. В летнее время молоко дешевеет, а в зимнее дорожает. Так было всегда. Но в последнее время ситуация настолько переменилась, что держать корову стало в убыток. Не скрывают своего возмущения жители сел и деревень. Ведь продажа молока с личных подворий для многих сельчан по сей день является единственным финансовым источником. На сегодняшний день у нас занимается сбором молока 13 человек. В основном молоко сдают у нас 5 предприятий. Это одно предприятие, наше Шумушинское, ТПК Молокопродукт. И 4 молокоприемные пункта, это Батовский район. В районе собирается порядка 11 тонн молока. А вот население молоко в Боржике собирает именно по всем нужным днём 15-16 рублей. Примерно такая цена сложилась и в других районах республики. Для сравнения, в прошлом году в это время молоко с населения собирали по цене 20-22 рубля. Почему происходят такие перепады? Во-первых, ни для кого не секрет, цена зависит от качества молока. На что только не идут сельчане в погоне за количеством. Могут добавить молоко и воду, и сухое молоко, и сливочное масло. Сборщики молока это очень хорошо понимают и стараются проверять качество собранного сырья. Но постоянно делать анализы дорого. Оборудование стоит денег, а специалистов не хватает. Воду добавляют. Там сборщики не виноваты. Там я защищаю сборщика. Потому что сборщики, они стоят 4 часа утра и едут. Под снег, под дождем. Но на селе не обновляют. И уже совсем недопустимо, когда сельчане сдают молоко во время лечения коров антибиотиками. Это можно сравнить разве что с ложкой дегтя, которая портит бочку меда. Собранное молоко полностью становится непригодным. В этих случаях крупные предприятия просто отказываются брать такое молоко. Если населенческое молоко запустить туда, даже не включаются. Оборудование даже не включается просто. И никакой завод скоро брать не будет. Населению прежде всего надо объяснить. Вы же сейчас привезете даже вчера с антибиотиками. Вас же обратно отправляют. Получается, приобретать сухое молоко перерабатывающим предприятиям намного выгоднее. Такие поставщики, как Швейцария, Новая Зеландия, Аргентина, Иран, данный продукт с учетом всех налогов поставляют по 120 рублей за килограмм. О каком качестве и пользе молочных продуктов можно говорить в этом случае? Конечно, каждый решает сам. Но все же в большинстве своем люди хотят пить нормальное коровье молоко без всяких добавок. Возьмем, к примеру, молокоматы. На улицах нашего города они появились примерно пять лет назад. Полезен напиток здесь дешевле, чем в магазинах. Важно и то, что купить его можно в любое время суток. Народ, в очереди зайдите, посмотрите по утрам. Они знают время, место и покупают, все раскупают. Кучу магазинов, где нет молока. Я еще раз, дорогое молоко. Мы там продавать не хотим. Зависеть не будете от этих. Продавать сегодня где есть. Обсуждается и вопрос, как сделать эффективнее работу личных подсобных хозяйств. Возможно, их надо объединить некие потребительские кооперативы. Так проще будет решать вопросы. А государство всегда готово помочь предприимчивым предпринимателям. Средства правительство закладывает на это немалые. Так, за проект по переработке молока в сумме 10 миллионов рублей государство возвращает обратно 6 миллионов. А это 60%. Татьяна Раевская, Сергей Адушкин, Республика.